Запорожцы годами накапливают долги за коммунальные услуги. Сумма давно исчисляется сотнями миллионов. У некоторых злостных неплательщиков квитанции набралось на десятки тысяч. И именно к таким должникам в первую очередь приходят госисполнители. Чтобы добиться выплат, приходится описывать имущество или искать альтернативные варианты. Есть ли они – далее в сюжете. Жители Орджоникидзевского района задолжали КП «Основание» более миллиона гривен. Там, уверяют, регулярно отправляют людям повестки и предупреждения. Но погашать долги запорожцы не спешат. За 2013 год нами было подано 184 заявления про выдачу судебных приказов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма свыше миллиона гривен. Через исполнительную службу с должником взыскано более 150 тысяч гривен. У жителей одной из квартир в доме по улице Панфиловцев 27 сумма долга перед КП «Основание» уже перевалила за 10 тысяч гривен. Невыплаты тянутся с 2008 года. Должники утверждают – по счетам не платят, потому что работы нет. Жилищники предлагают выход – временно потрудиться, к примеру, дворникам в счет уплаты долга. Есть там разные вакансии, приходите, там оплата суммы, цена часа, сколько вы это, и счет погашения вашей задолженности. Если вас это устраивает, обращайтесь. На такой вариант соглашаются не все. Некоторые говорят, по текущим счетам платят исправно, но погасить долг все равно не могут. В таких случаях госисполнители вправе конфисковать имущество. В этой квартире, чьи жильцы задолжали водоканалу немалую сумму, описывают телевизор. Это имущество будет в случае недобровольного погашения конфисковано и будет выставлено на реализацию в счет погашения долга. После полное погашение задолженности, исполнительное производство будет закрыто и претензий к должнику больше не будет иметься. Альтернативный вариант – заключить договор о рассрочке для уплаты суммы по частям. Чтобы жильцы не забывали о долгах, в КП основания планируют ввести специальную систему ежемесячных напоминаний. Мы вводим сейчас новую систему автодозвон и СМС-рассылки. Абонентам будем, которые нам должны постоянно напоминать, так как они знают нас уже в лицо, они многие нам уже не открывают двери. Для этого заранее мы, когда были уже у них, взяли их немобильные и домашние телефоны. А концерн ГорТеплосети использует систему автодозвона, хотя признают личный визит госисполнителя куда эффективнее. Сейчас запорожцы должны тепловикам порядка 170 миллионов гривен, так что работа с неплательщиками продолжается.